Разговор, конечно же, будет и о пиве, и о том, где лучшее пиво вы будете пить. Конечно, надо говорить, что это пиво в топе, по цене, но оно в аналоге с качеством. Умнее разумного ца-ца вам не удастся почувствовать нигде в мире, не визжайте. Хорошо, это девятый сюжет, и это YouTube, так что отмотайте, подумайте и согласитесь. Так вот, раз это пиво лучшее в мире, то по профессиональным точкам мы и пройдемся. И вы знаете, я из разряда 70 стран не видел ничего подобного. НИ-ЧЕ-ГО, с большой буквы. Потому что закуска есть вся, вся, с большой буквы. Рыба, орешки, хрустяшки, объедушки, обалденительное мясо разного сорта. Тут просто понять надо, что умнее и разумнее я не видел. Опять же, с большой буквы. Самое, что добивает, так это то, что к сочнейшему и ароматнейшему пиву есть различные игры. Ну, что вы можете, чувствуя реальное и чумовое удовольствие делать за столом. Кроме всего. Во-во-во-во, то есть СССР. Где? Возле тройки. Спорт-бар. К слову, вы не думали, что при просмотре хоккея вы не пьете пиво? А зря. Спорт-бар это Вавилон с торца. Ну и если мы хотим оттянуться, как Чехи или в Германии, то это можно сделать на Комсомольской 25. К слову, вы можете не торопясь проехать из истории в настоящее. Так, поехали. Но торопиться мы не будем. Мы разрушим ваши впечатления, вбитые вам телевизионной рекламой. Или вы думаете, что реклама безалкогольного пива? Не-не-не, это только о нем. О нормальном пиве. Но ни одного нормального пива вообще, рядышком, не может стоять с качественным верхнеуральским. Од-на-зна-ч-но. Да я в детстве хотел быть, я в детстве хотел быть полицейским. В смысле, тогда это была милиция. И в преддверии наших милицейских будней я вам расскажу о одной дивной причине. Наша причина заключается в следующем. В Магнитогорске, честно вам скажу, пить даже нечего. Потому что, как бы вам сказать-то, давайте все-таки обратимся к тем местам, где можно пить. Ну, это будем говорить Великобритания, это будем говорить Германия. Это не менее интересная страна под названием Соединенные Штаты Америки. Вы забыли? Ну, есть такая еще тема под названием Турция. Есть еще такая тема под названием Египет. Да вообще, во всех нормальных странах столько количества дивного алкоголя не существует в природе. Я даже вам еще про кубы могу еще рассказать. То есть там все четко ограничено. Вы не берете алкоголь. Что сегодня и сейчас в наших магазинах. Если честно, то там пить вообще нечего. Но у нас есть одно дивное мероприятие, которое вам говорит, где вы можете попить качественное пиво. Так где у нас качественное пиво? А мы располагаемся рядышком с качественным пивом, который делается в Верхневуральском пивозаводе. И располагается это пиво на одной из местных точек. Одна из них находится на Комсомольской 25. Это же будет очень интересно. Потому что я сейчас рекомендовал лучшим жителям той страны, которая очень хорошо показала всем и грамотно работает. А это жители Китая, они у нас есть в Магнитогорске. Показал это самое лучшее пиво. И это дело очень нравится, уж поверьте мне. Потому что это пиво сделано своими руками. Во-первых, оно не разваренное, не переделанное. Там нету никаких других дрожжей. Нет, это все абсолютно красиво и ровно. И делается, но где делается на Верхневуральске. Почему это случилось? Объясню почему. Потому что, как бы вам сказать, человек решил сделать такое пиво и сделал его на том месте, которое развалилось по самой кривотной дуре. Когда вы туда приедете, пейте ради прикола и посмотрите, что человеки, человеки наши, мы с вами умудрились сделать за 10 лет. Полностью разрушили все старое. Зачем это надо было делать, я не понимаю. Ну, наверное, мы такие. Весьма интересные, странные создания. Но чтобы это было не так, это все дело вернулось на круги своя. Как бы я вам сказал, количество крепкого алкоголя вообще никакое. Количество вина из той же оперы. Вы понимаете, да? А что из пива, то... В прошлом своем сюжете я людям показывал, что и пива-то не существует нормального там. Ну, нет его там, в природе своей. Потому что, ну, как бы сказать, так. На вас научились зарабатывать бабки. И вы ведетесь под это дело. То есть вы ломаетесь, вы падаете, вы становитесь никем. Это им нужно. А вам-то нет. Я не буду говорить, что мы говорим что-то другое. Вы должны работать для своей души и тела. Так вот, для своей души и тела сделано оно самое лучшее верхневуральское пиво. А раз мы сегодня говорим о нашем с вами здоровье, вы должны понимать, что ради этого здоровья я приехал с вокзала до южной границы города Магнитогорска на велосипеде. И обратно тоже поеду. Потому что это и есть здоровье. А раз мы говорим о здоровье, то некоторые возникают на меня, наезжают, естественно. Вот почему мы говорим о питье? Давайте все-таки определимся, что мы не питьем духовным живы. Питье духовное нам возможно, когда у нас есть время-то свободное. А если у нас есть свободное время, я не говорю, что питье, питье, питейность наша должна быть до усрачки. Уж поверьте мне, так и не должно быть. Сейчас я расскажу, как это делается в нормальных странах, в тех, где алкоголь типа не пьют, в Америке, типа не пьют алкоголь, типа не пьют алкоголь, в Великобритании, типа не пьют алкоголь, Германии, там вообще алкоголь не употребляют. так что они делают первоначально они очень хорошо покушают а кушают они там ну не столько сколько мы у нас некоторые проблемы с продуктами питаниями то все абсолютно нормально и ровно и уже после того как все стало хорошо и красивым после того как сам желудок освободился от пищи не слышали да то есть пища вкусная где у нас во рту да тогда на желудке вы ни разу не плевать не пробовали блевать ну вы понимаете да что вот такая там пищи да то есть там аромат такого нет она просто расщепляется 5-10 переводится ну да ладно мы не в том суть событий не про блевоту сегодня будем говорить потому что если вы будете пить верхневральское пиво то слово блевота у вас не будет вообще не слышали так вот понимаете что если вы пьете верхневральское пиво блевота у вас не существует природе мне говорят но да много ли пить эту много пить его не надо объясняю из той же опере где люди настоящие пьют алкоголь ездят за машине то есть там то в принципе это возможно от у нас через прокручено ну да ладно если бы там все было бы нормально то люди да там все вполне нормально то есть я был в этих странах было и в японии было и в китае я много человек где был то есть в самом топе я естественно был сам утопе понимаете да и в коммунистическом топе я тоже был везде все нормально и ровно и никто не ужирается в природе своей потому что потому что много то и не надо то есть давайте определимся по количеству серьезных напитков то серьезные напитки сколько вам необходимо употреблять ну грубо говоря 50 грамм спирта в день ну 50 грамм спирта это распили его ну грубо говоря получает 150 грамм 150 грамм коньяка вы можете выпить никаких проблем у вас не бывает вы можете неторопливо выпить бокал вина это тоже возможно и в принципе полтора ну два не два это многовато полтора литра пива это из той же оперы туда и получится то есть после этого у вас все будет абсолютно нормально мы не говорим упивайтесь вам не надо упиваться вы должны работать получать качественный результат а качественный результат магнитогорске при всем небогатстве дерьмового алкоголя который вам втирают сетевики потому что там чистый дерьмовый алкоголь весь от и до слава тебе господи что у нас есть то самое лучшее место где производят лучшее пиво в мире лучшее пиво это верхнеуральское это пиво вы можете взять здесь рядышком с торговым центром тройка недалеко находится и мы говорим о месте где вы можете спокойненько употреблять алкоголь не но в принципе вы можете к себе домой его занести но в принципе возможность ситуации может быть и не получается дело в том что у нас город магнитогорск он круглогодичного круглосуточного система образования то есть у нас в городе магнитогорске есть предприятие которые работают и ночью в том числе металлолючий комбинат поэтому такое может случиться что вы придя домой можете конкретно сложновато я вам говорю вот и про эти замечательные места где вы можете замечательный пивкот попить очень хорошие места к слову о том что если вы дома покушали пришли все нормально было вы здесь можете с удовольствием а удовольствие есть такое вкуснейшее есть все подряд есть окорочка есть не кирсы есть гренки есть мясо вяленое есть кальмары есть рыба и да есть все то есть я вам сказал приходите сюда нужно что еще по-другому то можно просто после работы спокойненько зашли если еще и на работе покушали выпили спокойненько пью или вечерочком спокойно пришли удовольствие получаете изумительное ну и я еще раз вам говорю мы не сторонники того что вы упивались углаздывались нам это не нравится мы сторонники того что выпили качественный продукт вопрос качества еще раз неоднократно я буду говорить потому что по-другому этого не получится если мы жили хорошо и красиво я может быть о чем-то переговорил бы о нормальных вещах но в нормальных странах извините алкоголь это серьезное преступление и вы не думаете что преступники в турции когда вы островили метанолом было все красиво и ровно далеко нет им было далеко не красиво и далеко не ровно они потом очень хорошо сели то есть вы что думаете только вышли такие хитро коварно мыслящие нет везде и всюду идет жесткое наказание а у нас жестким наказанием нету и практически ничего я по крайней мере не понимаю о том что вы пьете как бы вам сказать но юпи да виноградные со вкусом сладостей всяких разных ну сахар естественно что-то добавили и спиртом растворим но если вы готовы такое вино пить ну пейте честно говоря не хочу такое вино пить оно все время было вино которое было не российское это было достаточно давно а теперь то куда все делать давайте все-таки определимся насколько человеку сложно продать виной для того чтобы человек на расстоянии грубо говоря 7000 километров покупал это вино то есть представляете да он продал часть его распилили естественно сделали этикетки и вы пьете всякое говно хорошая тема идите в любой называется штучка которая у нас везде сюда вот эти сетевые marketplace то тоже самое про водку ну верните все это дело на круги свои они противник того что пиво может быть да к слову о том что настоящего такого пива как и верхнеуральского не существует крови своей то бишь люди типа варят пиво а типа не варят пиво типа покупают уже готовое сусло добавляют туда дрожжи типа вот это все будет красиво и ровно так этого не должно быть против своей внимательно почитайте внимательно почитайте я ни с чего я сегодня не буду говорить про историю взаимоотношений человека и пиво эта история очень очень давнишняя и не сегодня не завтра где-то грубо говоря из той же опер сколько мы существуем есть пиво а они слышали что возьмите почитайте википедию там много разных статей есть естественно с чего только не валили ничего варят естественно но сегодня сейчас верхнеуральское пиво приготавливается из не российского соуса качественный топовый бельгийский соус а чё такое а почему именно к вам так относится владелец верхнеуральского завода а потому что у него правило я не буду травить никого никаким говном и мало того мы в другом месте сейчас расскажу какое пиво вы можете купить потому что я не противник пивоваренного завода фон бакана в самаре но они у них основное пиво это жигулевское а здесь немножко больше то есть вот стране то осталось не так уж много мест где вы можете себе качество из купить я уже не говорю о том что в свое время это был 92 год мы еще умудрялись вас поить качественным пивом а потом все потом все заглохло конечно же выгодный человек который вложил бабки мы будем говорить о пепси коле о кока-коле что такое их не события не берут просто вот добавляют туда ну будем считать их не епи из той же оперы добавляют туда газ и два литра кстати в два литра кока-колы да по цене весьма интересный мы не будем говорить что это пиво стоит дешево хороший качественный напиток дешево не стоит дешево можете упиваться усираться облевываться это ваше право я не говорю что вам это нужно но по сути событий из-за удовольствия которое вы можете получить если все в порядке если вы получаете нормальную заработную плату нормально ну грубо говоря хотя бы там тысяч 50 чтоб среднее было то в принципе не такое большое удовольствие рубликов так 200 а больше и не надо потратить людей на 200 рублей вы себе купите полтора литра изумительного изумительного пива и утром встав у вас не будет ни выхлопа ни амброзии ни дебилизма в башке которые сваренные из непришелька были хвоста алкоголя взбитого это будет кошмар вы будь чистыми и порядочными людьми вот о чем мы говорим мы говорим о вашей честности и порядочности если вы будете пить самое лучшее верхнеуральское пиво давайте определимся где вы будете лучшее пиво брать лучшее в мире пиво почему лучшее в мире пиво сейчас объясню в мире и пока вы будете брать и пока вы будете брать лучшее в мире пиво где рядышком с торговым центром вавилон внизу здесь располагается я вам немножко объясню почему это пиво лучшее в мире конечно в мире существует множество разных пивоварен каждый делает что-то одно свое красивое и ровное может быть это хорошо если честно то я не видел но видел эти пивоварни в самаре при всем при том мне оказывается продукция фон бакана понравилась больше больше чем остальные пивоварни потому что как бы но продукция из-за ранга столетий вот это красивое мероприятие ну там так и есть он бакана вы берете изумительное пиво как бы сказать если мы будем говорить про российских предприятий частных пивоварен я пробовал по крайней мере то что я пробовал мне не настолько сильно понравилось насколько мне сильно нравится вот это пиво почему мне это пиво больше нравится объясню это не просто одно пиво здесь 77 различных сортов пиво разных стран то есть вы не доезжаете объясню немецкое чисто пиво как германии кельтская это такое же пиво как великобритании да 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 ну рижская пиво это такое же пиво как в риге все остальное это местные вкуснейшие ароматы вы можете это попробовать попробуйте сами только много не пейте мы еще раз вам говорим не пейте много этого не нужно делать в природе своей по сути событий самое главное это не закуска градус портит а сначала надо как следует покушать как следует покушать а потом уже не торопясь кушать аромат неторопливо через час лучше вы можете вкушать аромат изумительных качественных напитков к сожалению в итоге своем кроме пиво качество магнитогорске верхнеуральского нормальных продуктов питания но есть один коньяк не буду сейчас говорить но он достаточно вкусный и в принципе вот даже просто попробовал и получив ощущение вы понимаете удовольствие удовольствие на этом предприятии вы не будете получать димедрольно-алкогольный эффект а теперь возвращаемся к нашему событийности к событийности предприятия под названием верхнеуральская пивная компания верхнеуральский пивной завод просто вспомнив молодость человек сказал я буду это делать вспомнив удовольствие он сказал на этом предприятии вы не будете получать димедрольно-алкогольный эффект а зачем в принципе там с деньгами все красиво и ровно тут даже вопросов нет а давайте вернемся почему верхнеуральское пиво с моей точки зрения я считаю что моя точка зрения немножко преобладает хотя это моя личная точка зрения у вас может быть немножко другая точка зрения у некоторых товарищей которые димедрольно-алкогольные интоксикойшин вот в таком состоянии ходят и может быть и не нужно и может быть дешево и сердитое то чтобы они в лохмотье усадались это их не проблему это их не проблема мы этим делом здесь не занимаемся когда человек сказал что здесь будет вот так сказал здесь не будет пьяных чудовищ потому что он к слову что мы будем скоро на следующей неделе показывать вам процесс пиво варения сейчас немножко объясню саму дивную ситуацию что было тупо ясно понятно и красиво ровно насколько да так вот то что здесь продается различных категорий различной модификации различных стран о слов простран здесь много чего интересного да вот она варится примерно 7 часов тем что варка на потом еще отстаивается от 24 суток и более но если кто-то это дело может сделать хотя мне лично кажется что пришел человек с деньгами купил вот это как вам сказать или вы не понимаете что такое удовольствие зачем они сделали то же самое ну примерно по типу пиво добавили туда алкоголь и вот ваш алкоголь стал 9 градусов а больше то и нельзя и вы начинаете этим говном травиться ну травить утравить на здоровье ребятки я давненько перестал пить да и всем говорю я не противник того что люди употребляют в небольших количествах я говорю что не надо говорить об больших количествах алкоголь это не нужно делать внимательно посмотрите в интернете внимательно посмотрите сколько вам грамотные специалисты врачи говорят сколько вам алкоголя необходимо употреблять в день но не более там 50 75 75 это многовато да это 50 там примерно то есть если вы просто это дело разбавить получается горит и говорю 150 грамм водки но чуть больше 150 грамм водки 150 грамм виски 150 грамм коньяка бокал вина лучше сухого ну и пиво но какое пиво вот это пиво можно к огромному моему очередному сожалению алкоголя крепкого у нас в россии нет как бы вам сказать это же выгода вы представляете насколько это выгода когда копеечный спирт разбавляешь и не обязательно чтобы это был спирт край качественной зачем взяли спокойненько что-нибудь такое из разряда вон и из непришей кобыли хвост разбавили и вы этим править забыли у нас противное правило крутой хороший алкоголь качественный должен продаваться под эгидой государства а у нас это нету 30 лет прошло 32 года уже прошло ничего хорошего не появилось или вы думаете что вы там вино будет нести хорошие качества и да 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 ну чтобы хорошим и качественным но можно было бы попить то как бы вам сказать это же тоже вариант обмана зачем водичку взяли типа типа добавили туда виноградный сок это если чего виноградный сок будет а то еще и в юбе добавляют и вы это дело пьете ну про коньяк и ничего говорить не буду это отдельная тема как все это делается про виски это вообще просто изумительный вариант я не противник того алкоголя который вы приводите с дьюти фрей вот там сложно потому что там по-другому не получается только качественный вариант только изумительные варианты да красивый ровно там базара нет насколько у нас летает у нас и все пришли хлопнули а вы думаете что вам было бы хорошо смотаться куда а да 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 вы хотели бы съездить в германию ну так идите попробуйте сейчас немецкую визу получить это во-первых пойти в москву будете давать отпечатки или вы скажете что я это дело не проходил новую зря мне про это говорить я также проходил также ехал в москву за немецкими визами также ездил в этот в екатеринбург за великобританскими визами также я отдавал визы в москву в сша да дорогие это все было было и сегодня сейчас эти страны внезапно решившие что они стали самыми крутыми понты давить то есть я еще раз говорю то что случилось оно и должно было случиться вы понимаете я конечно не доезжаю какими там по ушам и о чем там проезжают но все-таки я не противник мероприятия противник того что люди не понимают что просто бросайте спокойненько если вы бросите все реально спокойненько то для самых тупых для самых идиотов зато за собой для самых придурковатых у товарищей малоросов это было в свое время мало россия вы посмотрите как сейчас живет крым вы хотите также у вас будет все то же самое вы посмотрите как живет сейчас грозный они свое время тоже тараканами с нами бомбались но мы бомбались да а теперь посмотрите да в грозный приезд там лучшее ощущение от всего и вы не были а я там проезжал я видел столицу ну буквально там в пяти километрах мимо нее проезжал да изумительный вариант вот как надо жить поверьте мне если мы будем говорить о строительстве то строительство своей российской федерации она на высочайшем уровне не понимаете для тупорылых объясняю для самых идиотов тупорылых объясняю мозги не сыктимте у вас есть одно место у нас городе центральный переход просто за эти и посмотреть если слева справа берега налево налево посмотрите как преобразовался металлургический комбинат до филиппычу надо памятник его ладно хоть героем он стал российской федерации это правильное решение я надеюсь что рано или поздно человек который производит изумительное верхневральское пиво также будет достоин государственной награды потому что он производит исключительное пиво и неоднократно она производит еще и то пиво тех стран которых вам наверное уже не удастся приехать то вопрос достаточно простой почему он выпьем это замечательное пиво чем она интереснее все остальное бурдурного живого брожения она вкусная на самом деле очень много сортов и каждый по-своему вкус интересен потому что я тоже задавал вопрос говорю ребятки сорта то разные сорта по странам самое забавное то есть если вы хотите в германию можете не ехать германию потому что вы сейчас знаете как германию поехать не в курсе событий визы вам никто не даст правильно это все сложности возникают возьмите просто вот это немецкое пиво а посмотрите все это дело на моем youtube канале в эту германию может своими глазами как я вам это продемонстрировал я вам четко то есть в принципе да ничего такого сложного я говорю про то что не просто сорта разные а сорта разные по вкусу и событийности вот событийности наш другая не может ну совершенно верно завтра на работу вот беру чуть-чуть верхневарского слабенького чтобы как говорится попить жара еще такая на улице и чтобы с утра не болеть